Денцовский волейбольный центр В этом голосовании здесь будут следить представители кандидатов и политических партий, общественники и около 150 наблюдателей из 15 стран, а также миссия СНГ. Пока Центр общественного наблюдения работает в тестовом режиме. К выборам президента России полностью готов. Я посмотрела не только оборудование, но и готовность пользоваться этим оборудованием и волонтеров, и тех специалистов, которые здесь собирают сегодня информацию по горячей линии, работают в тестовом режиме с конкретными избирательными участками. Не только в высоком качестве, но еще и со звуком оснащение Центра общественного наблюдения стало современнее, чтобы ход голосования на выборах главы государства был еще прозрачнее. Хотелось бы сделать акцент на качестве картинки, которую вы видите за моей спиной. Это абсолютно уникальное качество. С любого участка можно взять не только видео, но и запись со звуком. И абсолютно точно, если вдруг есть какие-то сомнения, сделать какое-то первичное мнение о том, что же в действительности происходит на участке. Увеличивается техническое оснащение с огромной скоростью. Вот Татьяна Николаевна спрашивала про эту линзу. Это рыбий глаз называется. Она все видит, она видит твой затылок. Она такая развороченная, это я как кинематографист говорю, широкоугольная. Более 35 тысяч обращений с конца января получили сотрудники службы заботы избирательной комиссии региона. Они решали как организационные, так и правовые вопросы. По опыту говорят, иногда людям просто нужна поддержка. Человек заходит, хочет подать заявление на ДЭК, у него какие-то сложности случаются, им тут же бросает. Наша была задача, чтобы он дошел, все-таки подал заявление. И у нас была поддержка пройти все шаги, мало того, получить обратную связь впоследствии. На поддержку специалистов службы заботы можно рассчитывать и сейчас. Они не смогут помочь только с одним вопросом, за кого отдать свой голос. Тут каждый решает сам. Впрочем, от ответа на него зависит то, как будет жить вся страна в ближайшие шесть лет.